Привет всем добрым людям! С вами Елена на своем канале Мой сад воплощение мечты Сегодня я пересадила адениума, чему очень-очень рада На самом деле земелька там была уже такая истощенная поэтому все очень даже вовремя у нас потеплело, так что очень хорошо Как пересаживала, частично снимала сейчас все это дело сюда вставлю Итак, в этом тазике у меня уже насыпан грунт, который из этого пакета, из такого же вернее не из этого конкретного, а из такого же я уже показывала вам фаска, универсальный грунт покупала в глобусе, но могу вам сказать, что пакет на пакет не приходится, к сожалению в одном пакете прямо супер-пупер, как вот здесь вот у меня ну прямо уже все перепревшее очень мало комочков очень мало таких волокон в другом пакетике и даже цвет другой был у грунта так что раз на раз не приходится ну, в любом случае, вот эта вот часть, которая здесь насыпана это из хорошего пакета здесь я уже использовала для своей мелочи пузатые, рассаживала лобилии и всякие другие растюшечки свои посеянные в этом пакете у меня биогумус биогумус от моих червей это торфоземляной то есть он не ядреный я решила немножко добавить раз уж адениумы такие троглодиты то я решила добавить им немножко ну буквально чуть-чуть я думаю, что это, не знаю, большой роли не сыграет здесь у меня биогумус был сделан земля, немножко торфа, песок ну и ту еду, которую я им давала то есть банановые шкурки какие-то очистки овощные в общем, вот такая вот здесь немножко, вот буквально сейчас это у меня третья ложка вот так вот пять ложечек сюда добавлю перемешаю и вот у меня получилась такая земляная часть вообще для адениумов это очень желательно потому что в отличие от других суккулентов такие как кактусы и прочие растения которые могут жить в таком каменистом грунте чуть ли не в песке адениумам все-таки нужна вот такая вот земляная составляющая по крайней мере то, что по моему уже сложившемуся опыту и то, что я читала то есть вот такая вот и теперь вот мне нужно будет добавить к этой земляной части точно столько же то есть один к одному всевозможных разрыхлителей вермикулит перлит и я еще сходила в зоомагазин и купила целлюлит это все натуральные минеральные такие разрыхлители которые очень даже полезны для растений особенно для адениумов и сейчас я вот намешаю вот этого всего то есть я добавлю вот этих всяких разрыхлителей по чуть-чуть так, чтобы у меня получилось ровно столько же сколько вот этой земли так вот половинка земли одну часть вермикулита одну часть перлита и одну часть ну может быть полчасти циолита больно дорого ну ладно для адениумов ничего не жалко поэтому сейчас начну вот это вот сейчас все высыплю вот этот вот перлит с ним аккуратненько он пылит поэтому тихонечко высыпаем тихонечко я иногда даже прям наливаю воду туда в пакетик прежде чем высыпать но поскольку адениумам нужна сухая смесь а вот эта вот земляная часть у меня влажная поэтому я мочить еще перлит не буду просто его тихонечко высыплю вермикулит богатырь я когда вам показывала в покупках этот пакетик думала что он был закрытый я думала что он в принципе такой же как обычно но богатырь он не просто так называется потому что он крупный смотрите какой крупный раза в два фракция крупнее чем вот обычно по крайней мере то что я покупала обычно вот этот вермикулит крупненький здесь конечно и мелкая фракция и пылевая фракция тоже есть но в основном довольно крупный и сейчас останется мне добавить циолита ну и циолита я наверное половинку от этого пакетика использую тоже пылит тоже аккуратненько показывала вам что барсик использовала барсик в принципе тоже можно все что я сажала в прошлом году в барсик все прекрасно росло но уж больно муторно и долго его промывать там очень много пылевого вот этого пылевой составляющей пыли очень много и промываешь и промываешь это очень много времени занимает а я как вам уже жаловалась сейчас не располагаю достаточным количеством времени ну вот у меня получилось может быть даже чуть побольше но здесь у меня жирная земля как я вам говорила что это тут и биогумус и все на свете так что сейчас перемешиваю и за счет вот этих сухих разрыхлителей я думаю что сейчас станет достаточно смесь не очень мокрая достаточно будет сухая для того чтобы уже сразу же заниматься пересадкой боже мой как мне интересно сейчас будет будет самое интересное будем доставать адениума из горшочков так тщательно размешав даже растерев эту смесь чтобы не было никаких комков торфяных и земляных я получила готовый грунт готовую смесь все сейчас все убираю и начнем потихонечку помалясь начнем пересаживать ну начать то я хочу не с пересадки начать я хочу вот с этого адениума он у меня под циферкой 2 почему я пока не пишу сорта потому что ну непонятно что из семян вырастает может быть он и не будет соответствовать сорту поэтому пока он у меня двоечка еще я называю его крысиный хвостик это это самый стройный мой адениум самый такой стрёмненький но зато смотрите что у него у него бутончики поэтому я только что их все помыла может быть перед пересадкой не надо было мыть но сейчас тепло в доме наконец-то мы дождались тепла маленький но плюс на улице и соответственно в доме уже даже жарко можно сказать поэтому помыла их что с этим сделаю поскольку он бутонится да так активно конечно пересаживать его сейчас наверное не стоит я сниму сейчас у него верхний слой грунта я кстати предварительно сняла вот эту всю мраморную крошку я вам рассказывала про нее что это не гуд сейчас сниму верхний слой не буду особо его тревожить засыплю свеженький сверху и все и буду ждать цветочков как только он покажет цветочки я вам их покажу вот тогда я его и пересажу будет его покормить хорошенько тут какие-то листики желтоватые но сейчас я думаю свежий грунт нам в этом поможет берочку в сторону потихонечку ложечкой лишний грунт но он не лишний вот уже корешки показались вот там что-то происходит ну страсть как интересно что там конечно наросло но пока мы этого не узнаем ой там какие-то ножки ручки боже мой как же все это интересно все я думаю что больше не буду я его шувелить сейчас я досыплю свежего грунта и оставлю его в покое все теперь ему будет вкусненько думаю что на цветение запас ему я создала как только отсветет будем пересаживаться после пересадки адениумы не поливают ну кто-то поливает кто-то не поливает больше рекомендации о том чтобы не поливать тем более что я только что их полила мыла поливала так что не буду сейчас ничего поливать просто свежая земелька сверху все а и бирочку бирочку обязательно так все возвращаемся под лампу вот еще два красавчика это одного сорта единичка здесь какая-то наметка на бутончике есть причем у обоих у двух братьев акробатьев но я все-таки пересажу потому что тут совсем чуть-чуть чуть-чуть чего-то они уже пытались и у них отсохло все ну в общем я думаю что пересадка им сейчас не повредит рискну ну что с богом взяла пластиковый ножичек и немножко сейчас я вот так вот пройдусь если там где-то что-то приросло к горшочку все-таки это надо будет это вот такой ощутимый минус вот этих терракотовых горшков но похоже там все ничего там не приросло все там нормально а так бывает что таким горшкам очень прирастает мне они очень нравятся я считаю что это лучшие по крайней мере внешние горшки но я вот думаю что выращивать растения не адениумы другие я буду как бы вставляя так ну что смотрим керамзит убираем вот эти пусечки вот эти пусечки хоть я и плакалась вам по поводу вот этой вот мраморной крошки но я смотрю что такого известкового налета как такового здесь в общем-то и нет то есть не было наверное такой проблемы потому что я всю зиму поливала их талой водой то есть я наверное этим спаслась ну вот тут сюси-пусечки такие вот ножулечки маленькие ничего я не буду ему отрезать обрезать вот такой вот сейчас просто чуть-чуть приподниму посадочку сделаю вот так остальное пусть все нарастает чуть-чуть подсушим эту единичку сделать так что ли так и посмотрим вторую единичку поскольку я ничего тут не резала и пока не буду резать не собираюсь я не буду их просушивать прям что-то такое сейчас я их выдастану и вот пока вот эти два горшочка я мою отмываю готовлю они у меня чуть-чуть подсохнут и все и сразу буду сажать если бы я сейчас обрезала бы какие-нибудь корни им что-то бы там их формировала бы для них что-то делала то тогда да тогда нужно было бы их подсушить и подсушить хорошенько сейчас смотрим что у нас здесь выросло ну что выросло то выросло вот вот она смотрите какая тут ножулька вот она вот она вот ножулька какая но одна одна ножулька ладно этот более интересный парень у нас все подсыхает пошла мыть горшочки готовить буду вот так вот по одному я по одному сорту буду пересаживать чтобы мне с ними не запутаться ху из ху у меня так что пока отключаюсь готовлю горшочки ну вот помыла я горшочки прям до скрипа не стала их отмывать хочу сказать что не было известкового налета ни снаружи ни изнутри так что все-таки снеговая вода она творит чудеса возьму тот же я керамзит что был хотя у меня конечно есть запас керамзита но здесь все было здоровенькое все чистенькое так что думаю что ничего страшного так примеримся надеюсь вам видно что я тут творю так чуть-чуть вот так вот сделаем чуть-чуть приподниму и буду засыпать чуть выше чем в прошлый раз я думаю что этих горшков им еще хватит до середины лета а там посмотрим я-то думала там будет вообще все корнями оплетено но видите вполне тут им достаточно места достаточно всего и питания и влаги влаги чуть-чуть утоптать примять ну готово единственное что я сделаю это помою горшочек сейчас и вот так вот я оставлю на пару дней эту красоту потом потом я помою его заодно и полью и присыплю вот такой красивой такими красивыми камушками это аквариумный грунт шлифованные камушки очень красивенькие и в отличие от мраморной крошки совершенно нейтральной почве так что мне очень понравилось у меня тепло они стоят у меня на теплом коврике поэтому никакого переохлаждения слой тонкий поэтому никакой трамбовки грунта не получается вот и когда поливаешь весь этот легкий перлит никуда не вымывается мне это очень не нравилось когда у меня не было вот это мульчирование камушками этот перлит постоянно переливался и когда моешь их тоже в общем вы меня поняли но это я сделаю когда вот уже их помою полью то есть через пару дней и покажу вам покажу вам их в видео наверное все таки мне пора уже снять конкурс от мини фермера вот буду вам показывать лампы и будем разыгрывать эти лампы под которыми как раз у меня растут адениумы верочку на место так этот я сейчас так же сажаю и вернусь к вам когда буду когда буду к следующему подходить следующий номер нашей программы это восьмерочка это тот самый бедненький адениум зайчик мой который был с подозрением на альбинизм потом вот у него вот это вот неправильные листочки в общем но зато смотрите какая у него бутылочка какой у него каудекс каудекс как я уж не знаю правильное удобрение удобрение ударение ставить в общем все у него вот тут вот в этом месте в порядке и листья он наращивает регулярно но мне они конечно совсем не нравятся линули из боку говорит что будем смотреть дальше на него но пока я пока я в расстройстве ладно смотрим что у него там наросло если наросло очень трепетный момент очень интересно что там что там если там ручки если там ножки нет только вот мочалочка из корешков ничего такого тут у меня интересного не выросло ну ладно ну а так все в общем-то прилично один из моих любимчиков это номер 7 адениум с бархатными листочками действительно прям на ощупь бархатные прибархатные единственное что он показывает признаки какой-то нехватки микроэлементов но я думаю что вот как и в случае с этим кресиным хвостиком которого бутончики сейчас я думаю что пересадка нам поможет свежий грунт добавит нам жизненных сил ну что затаили дыхание и смотрим что получилось в семерочке в бархатной семерочке что-то тут плотненько держится посмотрим о здесь корешков то гораздо больше смотрите-ка что так смотрим что там с ручками с ножками смотрите прямо вот и у тех я откапывала и вот у этих вот здесь вот уже в районе ближе к самому растению уже земля такая вся высосанная пустая прямо она даже чувствуется что совсем не земля пыль какая-то ну так невыразительно я бы сказала ну ладно ладно все у нас впереди я так думаю адениум под номером 5 пока он у меня ничем не примечателен единственное что у него отличаются листики от братьев от остальных но такие вытянутые ну пока ничего особенного скажем так да бутылочка ну в принципе все нормально я считаю с ним смотрим что выросло особых надежд не питаю ну посмотрим а вдруг ну на самом деле я довольна что у них приличные корешки и я довольна что мне сейчас я опасалась того что мне придется сейчас я вытащу их и ужаснуть что мне будут малые эти горшки места-то пока нет такого особенного для них вон тут ручка маленькая растет вот так что я рада что корешки развиты нормально но не слишком много их то есть можно еще нам пожить до середины лета я думаю что запросто спокойно можно в этих горшочках нам дожить ну и на сладкое я оставила три адениума которые ну самые многообещающие у которых самый толстенький каудекс и это меня конечно очень-очень вдохновляет но посмотрим девяточка отлично выглядит никаких претензий к растению нет ни пятнышка нигде никакого посветления листьев суперский кандидат на то чтобы остаться со мной навсегда на всю свою адениумную жизнь или мою жизнь в общем-то адениумы долгожители посмотрим что там у него наросло действительно многообещающие но смотрим такая ручка трогательная как у динозаврика но похоже кроме этой ручки мы пока ничего особо не имеем еще одна маленькая ручка ну ладно здесь картошинка ну что ж думаю что тоже все впереди у этого красавчика еще интересно как он будет свести но я думаю что это не за горами цветение этих адениумов вообще я сейчас не буду их никак обрезать во-первых я считаю что одновременно две травмирующие процедуры да это пересадка и обрезка я думаю что это слишком слишком для растения стресс большой к тому же все-таки мне хочется посмотреть как они цветут успеют они обрасти веточками тем более что у них здесь уже пошли веточки вот сейчас нам самое главное нарастить вот этот каудекс он наращивается чем больше листьев чем чем лучшего они качества тем успешнее у нас вот это вот все тут растет так что пусть пока растет подсветет и тогда я буду их обрезать ну остались два остались два денюма у меня вот этот который цвел спендрефт водяная пыль тоже хорошо все себе подрастил жопку такую толстенькую и вот этот ну посмотрите что там он прям как динозаврик все достаем эти я уже не перепутаю так что их можно одновременно достать посмотреть поставить сушиться положить в смысле и делать новую порцию грунта хорошо что я не весь циолит использовала все таки надо доверять своей интуиции это не от жадности а от того что он все таки мне понадобится сейчас вот так вот я решила ну что та же самая история в общем-то толстенький плотненький но пока никаких тут красот мы не наблюдаем мы тем временем посмотрим вот это многообещающее чудо да Машенька смотри что тут у нас опять хозяйка твоя тут огород развела земли понасыпала ну что поделаешь так вот здесь уже что-то интересненькое смотрите вон какой ну разве скажешь что они ровесники все эти адениумы все таки конечно от сорта очень много зависит очень много и скорость роста и вступление в цветение плодоношение все это конечно вот вот он какой красотулечка знаете я наверное его посажу вот так вот немножко с наклоном хочу чтобы у меня потом когда здесь обрежу я его вот так будет расти вот так чтобы отсюда кверху росло вот так я хочу ну не знаю посмотрим сейчас ну вот пересаженные толстопузики все я думаю хорошо у нас получилось вот того который динозаврик хотела лежа его но не получилось лежа его пересадить пересадила так ну тоже хорошо ну что ж дня через два я их помою из из опрыскивателя и тепленькой водичкой такой ощутимо тепленькой их поливают и моют почти горячий вот помою из опрыскивателя заодно и полью что ж а потом присыплю камушками а это смешинка напоследок вот так вот Марусечка моя ухлопалась помогая мне что решила отдохнуть в тазике девочка моя свиненок а не котенок все на этом дорогие мои выращивайте цветы и будьте счастливы пока деком